Под звуки музыки в Бресте торжественно открылась уникальная в своем роде торгово-экспозиционная площадка. Волшебная лавка, которая, как в сказке, исполняет любые творческие желания. Хочешь приобрести или заказать необычный, уникальный в своем роде сувенир? Пожалуйста. Ищешь интересные хобби? Заглядывай чаще. Знакомься с интересными людьми и их увлечениями. Нравится поделка или работа, но боишься попробовать самостоятельно? Мастера всегда рады и подсказать, и показать. Каждый день они будут выходить с разными жанрами. Кто-то придет с глиной, кто-то придет с деревом, кто-то с резьбой. На следующий день там ткачество. То есть, когда у людей будет получаться свободное время, они будут выходить на островского, потому что не на советское это происходит, и выставлять свои работы. Волшебная лавка – проект местного ремесленного профсоюза, объединяющего в своих рядах более полусотни мастеров. Инициатива объединяет представителей самых разных творческих направлений, некоторые из которых призваны возродить традиционное белорусское искусство и сделать знакомство с ним более ярким и интересным. Поддержать брестских мастеров в их начинании приехали их коллеги из Польши. Они привезли в наш город интересное средневековое развлечение и музыкантов, радовавших прохожих народными мелодиями. Теперь улица Островского станет своеобразным творческим рукодельным центром, куда будут стекаться как брещане, так и гости областного центра. Здесь можно окунуться в атмосферу искусства, почувствовать колорит белорусской культуры, ее многогранность и разноплановость. Познакомиться со всем этим можно будет и в специальном магазине эксклюзивных подарков, который распахнет свои двери на Островского, 12. Для нас новое то, что мы можем представить свои работы и работать над пожеланиями людей, которые хотели бы что-то сделать эксклюзивное. Потому что когда человек заказывает какую-то работу, что хотел бы сделать, ты начинаешь думать, что ему можно предложить и в каком ракурсе предложить. Поэтому это, я думаю, что сотрудничество двух людей. Анастасия Ноздрин, Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.